Здравствуйте, дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 20 июля. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых умных. Восьмерка. Восьмерка жезлов. Это известия, новости какие-то могут быть в этот день. Это движение, прогресс, вперед. Вот, может быть, здесь был момент ожидания, вы ждали чего-то, и, наконец-то, ситуация здесь сдвинется с места. Наконец-то вы услышите либо известия, либо новости, либо здесь двиги какие-то будут в ваших делах. Когда вы начинаете уже видеть или получать какие-то результаты. Это могут быть полеты, переезды, путешествия, также известия, новости, посылки приходить к вам. Либо, может быть, когда вы должны будете очень быть активными в этот день для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, заняться какими-то делами. Но все будет складываться, получаться очень быстро и легко. Это могут быть еще какие-то возможности. Может быть, какие-то новые двери, новые возможности открываются перед вами. И вот здесь вот прямо радостные какие-то могут быть еще позитивные известия. И вот что-то будет радовать, мотивировать, настраивать на позитив, подталкивать к каким-то действиям, может быть, даже. Телец. Двойка. Двойка жезлов. Это карта выбора. Поэтому здесь вы, может быть, будете выбирать что-то. Это двойственность, когда есть, может быть, есть что-то одно, хотите приобрести что-то второе. Либо, может быть, нужно будет принять какое-то решение, построить какой-то план действия здесь. Потому что есть желание, есть стремление идти вперед, достигать, получать какие-то уже результаты, ответы. Потому что здесь человек задумывается о будущем. Как он может что-то улучшить, как он может, может быть, привлечь что-то еще в свою жизнь. Поэтому здесь могут быть какие-то темы, связанные с путешествиями, с переездами, с обучением. Либо какие-то проекты. Например, когда вы захотите... У вас есть работа, например, стабильная, но вы хотите еще каким-то делом заняться, чтобы вы получали второй источник дохода, чтобы у вас появился, к примеру. Вот могут быть такие какие-то темы здесь. Но самое главное здесь определиться, в чем-то нужно будет сделать какой-то выбор и построить план. Близнецы. Верховная жрица, старший аркан. То, что было скрытым, неясным, непонятным для вас, вдруг внезапно прояснится. Вы что-то можете узнать, получить какую-то информацию, какие-то новости. Может быть, будете обращаться к кому-то за мудрым советом. Кто-то будет давать вам нужную рекомендацию, помогать вам в чем-то или помогать вам разобраться в какой-то ситуации здесь. Также это у нас интуиция, поэтому интуиция будет очень сильно развита. И здесь стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. И для тех, кому актуальна тема беременности, здесь могут быть новости о беременности еще. Рак. Десятка. Десятка жезлов. Это завершение, это кульминация, это уже получение каких-то результатов. Когда вы трудились, вы занимались чем-то, и что-то давалось нелегко, непросто, но все равно вы смогли достичь чего-то. Вы смогли добиться своей цели, получить какой-то ответ, либо результат здесь какой-то уже. Но это было непросто, непростой путь. Либо второй вариант здесь может быть, как взвалить на себя какую-то ответственность в этот день, и будет очень тяжело, потому что, может быть, нужно будет все успеть сделать, закончить. Все то, что будете вы делать в этот день, все как будто сваливается одновременно на вас. И вот здесь человек может чувствовать вгорание, уставшись, и очень тяжело, может быть, справляться даже с какими-то делами, потому что человек не успевает физически или физически просто очень устает. Вот здесь вот, может быть, нужно будет пересмотреть то, что вы будете тогда делать, попросить помощи или делегировать, или как-то отпустить контроль. И здесь вот, может быть, расставить свои какие-то приоритеты. Лес. Карта повешенной, старший аркан. Находиться в подвешенном состоянии, когда вот нет изменений, какая-то стагнация, находиться в какой-то ситуации, где не очень-то комфортно, не очень-то хорошо. И здесь что-то происходит без каких-либо изменений. Как будто человек стоит на одном месте, и нет никаких сдвигов, никаких ответов. Еще может быть вариант, когда вы, может быть, будете поуглубляться в какое-то дело, в какой-то проект, хорошая концентрация будет. Или еще, может быть, момент, когда кто-то вам обещает что-то, оно не сдерживает своего слова. И каждый раз, может быть, подобные моменты, подобная ситуация повторяется. И это немножко расстраивает. Здесь вы можете находиться в таком эмоциональном состоянии, я бы сказала. Захотите пожалеть себя, захотите, чтобы вам посочувствовали, вас пожалели здесь, чтобы вас поняли. Потому что здесь вот что-то, может быть, еще расстраивать. В негативе, может быть, какие-то моменты, вот портите вам настроение, что-то расстраивать, может быть, из-за того, что кто-то не сдерживает своего обещания, слова. И здесь вот немножко, может быть, вот такие вот, какие-то моменты, связанные с эмоциями, когда вы хотите, чтобы вас немножко пожалели, или вас поняли в какой-либо ситуации, в которой вы окажетесь, или оказались. Дева. Карта Колесница. Это дорога. Может быть, поедете куда-то в этот день. Это поездка какая-то. Также здесь, может быть, когда нужно будет брать контроль в своей руки, управлять чем-то, либо кем-то, принимать какие-то решения здесь, или определяться, куда вы хотите поехать. Может быть, это что-то связано с путешествиями. Также в плане ваших делах, если вы рандомно планируете заняться чем-то, или там ставите перед собой какие-то цели на день, то вы должны их спокойно, легко достичь, получить. Потому что здесь вы как будто еще победитель, когда вы выходите победителем из какой-то ситуации. Вы лидер, вы триумфатор, вы что-то умеете хорошо очень делать, и вот здесь вот на вас могут обращать внимание. Дела должны пойти здесь гуру, и вот то, чем вы будете заниматься в этот день, должно складываться и получаться очень быстро. Весы. Шестерка. Шестерка Пентаклей. Происходит какой-то финансовый обмен, когда вы получаете, может быть, какую-то сумму денег за предоставленные услуги, или вы, может быть, продали свой какой-то продукт, допустим, кому-то, или выполнили какой-то проект, работу, и вам вот заплатили денежки. Денежки легко приходят, но также легко тратятся. Необходимо найти какой-то баланс здесь, не быть транжирой. Еще здесь, может быть, будете тратиться для семьи, для дома, для детей, вот что-то, может быть, детям помогать, вот как-то семью обеспечивать, обеспечивать близких. Может быть, в очередной раз кто будет просить у вас денежку или финансовую поддержку, да, и придется здесь оказать кому-то такую поддержку. Также еще здесь у нас может быть, это какие-то деньги приходят, может быть, из вашего собственного дела, собственного бизнеса, да, вот, и вот здесь тогда бизнес растет, развивается и дает стабильные доходы. Это могут быть еще и алименты или какие-то выплаты, может быть, счета оплачиваете, там, коммунальные какие-то услуги или еще что-то приобретаете, допустим, в дом, или тратитесь как-то на себя для дома и так далее. Вот. Здесь вот может быть еще и такие моменты, но это в зависимости, какой вы роли, роли вот этого человека, который дает, помогает или в роли вот этих просящих людей, которые зависят от такого человека. Скорпион. Десятка. Десятка пентаклей. Семейный день. Это может быть семейный праздник. Соберетесь в кругу семьи, что-то будете, может быть, отмечать или просто проводить хорошее время вместе с вашей семьей. Также здесь будете довольными своими какими-то результатами, ответами, получением чего-то, может быть, потому что здесь вот как будто еще что-то получать. Десятки, как-никак, это уже завершение кульминации, поэтому здесь человек остается очень доволен какими-то результатами. Здесь вот успех. Это также какие-то темы касаются недвижимости, может быть, это приобретение недвижимости, может быть, это приобретение чего-то ценного, дорогого. Или получение какой-то суммы денег. Когда, может быть, финансы переходят на другой уровень. Вот здесь вот что-то касается, может быть, либо финансов, либо каких-то ваших ценностей. Но опять-таки, как я уже сказала, вы остаетесь довольными. Вот здесь вот реализация и цель, и исполнение желаний. Стрелец. Тройка. Тройка пентаклей. Какие-то новости, известия, касающиеся, может быть, вашего заработка. Какие-то предложения могут поступать к вам выгодные. Здесь может быть заключение контракта, договоренности, подписка какого-то документа. Работать вместе в команде, в бригаде. Может быть, появится какая-то идея, над которым вы будете работать над каким-то проектом вместе. Может быть, у вас трое будут здесь. Вот как будто здесь собраться вместе с кем-то и обдумать какой-то еще план. Может быть, у вас появится клиент, который будет готов заплатить вам нужную сумму денег за ваши услуги, потому что вы являетесь каким-то мастером, специалистом. Может быть, здесь прям будут несколько клиентов, и вот здесь вот как очередь к вам. Или здесь вы будете рекламировать, продавать свой какой-то продукт. Там еще, как вариант, может быть. Козырок. Тройка. Тройка чаш. Известия хорошие новости, праздничное настроение, быть счастливыми, быть радостными. Кто-то вас обрадует здесь какими-то известиями, новостями. Здесь также собраться в кругу друзей, близких, провести хорошее время, как-то развлечься, развеяться. Может быть, сходить куда-то вместе. Ну, в бар, в ресторан. Где просто можно расслабиться, обменяться эмоциями, поделиться там, что-то рассказать. Потому что давно они встречались и не виделись, может быть, с вашими подругами или с друзьями. Или кто-то к вам в гости приедет. Это какое-то застолье, может быть, еще повод, может быть, что-то отпраздновать, либо отметить. Или вы просто собираетесь вместе с вашими друзьями, с подругами здесь. Ну, там можете расслабиться. Или это какие-то известия, касающиеся ваших дел. Но если вы ждете новостей каких-то или какого-то прогресса, судя по этой карте, известия будут очень хорошими, радостными. И вот здесь вот такой вот позитив какой-то к вам придет. Может быть, получите какой-то ответ. Либо кто-то позвонит вам и что-то скажет, подтвердит. И вы останетесь довольными. Водолей. Пятерка. Пятерка чаш. Эмоциональное состояние, расстройство, переживание. Вот что-то в очередной раз может не сложиться здесь. Это какие-то обиды, это душевная боль. Это концентрация на то, что не сложилось, не получилось. Или какие-то новости о потерях может произойти здесь. Но здесь ни в коем случае не нужно расстраиваться, переживать. Здесь вот эмоциональный кризис, да. Но здесь вот как будто Вселенная предоставит вам еще две возможности, два варианта для того, чтобы здесь поправить, улучшить вашу ситуацию. Здесь ни в коем случае не нужно винить себя, расстраиваться как-то или обижаться. Может быть кто-то не сдержит слово своего здесь или пообещали помочь и не помогут. Вот может быть вот так вот какие-то подобные моменты. Но самое главное не вините себя, не переживайте, не расстраивайтесь. Это младший аркан, ситуация поправимая. Вы проходите через этот эмоциональный кризис для того, чтобы это сделало вас сильнее и чтобы вы вышли на новый уровень. Поэтому ничего не вечное. Да, даже если что-то не сложилось, все равно так не будет постоянно. Все равно что-то изменится. И изменится к лучшему. Потому что Вселенная все равно явится к вам на помощь. Все равно предоставит вам какие-то варианты, предоставит поддержку. Или пошлет нужного человека вовремя вам. И здесь все поправится, все наладится, все улучшится. Рыбы. Туз. Туз жезлов. Какие-то начинания, вот что-то начать здесь нужно будет. Есть желание будет, стремление, активность, действия какие-то могут происходить. Когда ставите перед собой цели какие-то, потому что вот здесь вот какой-то новый фокус, новое желание. Вот что-то хотеть сделать. Может быть какая-то идея придет. Что-то касаться может быть обучения, проектов, работы, бизнеса. Вот здесь вот разные, да, могут быть варианты. Но смысл в том, что Вселенная может предоставить вам какую-то возможность. Либо это какое-то предложение, какой-то шанс вам дается. Когда нужно прям хвататься за это, действовать, начинать. Потому что вот эти новые начинания или действия, которые вы будете принимать в этот день, даст вам прогресс, даст вам успех, даст вам какой-то рост. И здесь вы будете получать очень позитивные ответы. Или здесь вы уже будете видеть очень хорошие результаты. Если вы начнете, но самое главное, не задумывайтесь над этим. Хватайтесь, если кто-то что-то предлагает вам, хватайтесь за это. И смело шагайте, начинайте, и все получится. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи и успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok